3 пальца согнута типа heavy metal что этот знак значит я не знаю это точно не масонский знак но что-то он всем привет буквально недавно я показывал одно очень интересное видео от с такими двумя маховиками каждый маховик весит это по 500 килограмм вот так же сегодня мне прислали но вообще мне множество раз прислали одно и то же видео уже 10 раз как минимум прислали с просьбой чтобы я прокомментировал вот это вот тоже вечный двигатель который сделан на таком же принципе при помощи маховика здесь вот видим человек но индус устанавливает двигатель потом маховик здесь дальше будет установлен генератор вот мы видим как это все настраивается устанавливается и так далее розетки подключаются все полным ходом идет нечто похожее он собирает как было вот здесь видите да тоже генератор один двигатель потом еще один генератор то есть здесь вот эта вся технология я уже говорил она полностью сто процентов работоспособная также здесь идет целая подстанция которая вырабатывает несколько киловатт электроэнергии я утверждал что здесь они питают целую деревню здесь также вот в этом видео который мы дальше сейчас будем видеть есть несколько важных нюансов и моментов когда они будут запускать вот это вот смотрите еще раз давайте вернемся что они берут они берут так сказать но наматывают веревку то есть нечто похожее на шморгалку делают для того чтобы запустить вот этот вот маховик его раскрутить при помощи этой шморгалки но при этом они еще также будут сейчас включать в розетку это смотрите внимательно теперь я чуть чуть быстрее поставлю чтобы это не отнимать ваше время дальше смотрите внимательно сейчас это все закрутиться смотрите что сейчас будет происходить очень и очень важно вставили лампочку и внимание внимание смотрите в розетку они еще также помимо этой шморгалки которые на раскручивать они еще его воткнули в розетку внимательно мне непонятно почему первое то что очень сильно бросается в глаза это то что вот эта вся картинка как бы она вибрирует почему-то ли камера на каком-то штативе стоит али это все собрано понимаете мне создаётся впечатление что это все стоит как бы на фанере и штатив и они на фанере и там под низом ну некая пустота это у меня создалось такое впечатление посмотрите она вибрирует то есть давайте я сейчас обратно скорость ставлю обычную смотрите как она вибрирует вот как понять то есть реально она все трясется такое впечатление что она стоит на фанере и под низом там можно что угодно спрятать понимаете еще давайте теперь вернемся назад вот этот момент они запустили и сейчас они будут подключать генератор вот этот красный это черный двигатель это генератор посмотрите как она все вибрирует то есть она болтается на это очень очень важно обратите внимание почему оно так вибрирует на земле если эта установка будет стоять на земле 100 процентов такой вибрации не будет когда она все болтается и вибрирует вот первое то что эта система не отбалансирована во от в отличие и от вот этой вот системы которая 100 процентов сбалансирована и она работает очень четко то есть то что мы видели здесь ничего не вибрирует ничего не прыгает здесь все четко работает это то что мы можем видеть а вот здесь это все видно прыгает то есть под низом сто процентов находится фанера далее еще один важный момент на самом деле когда они включают смотрите то есть якобы они уже зациклили и получился не что из ну из того что это якобы вечный двигатель начнем с того что на самом деле вот это при помощи одного просто маховика и вот этого генератора и двигателя эта система работать 300 процентов не будет даже есть такое видео седова где он объясняет как он делал ротор вертор он говорил что если вы поставите один маховик я не буду искать это видео сами найдете посмотрите эта система работать не будет нужно ставить два минимум три или четыре маховика которые будут находиться по отношению к друг другу некой симметрии только тогда эта вся система будет работать так просто от одного маховика это просто чистой воды фейк еще раз говорю это чистой воды файк эта вещь не работоспособна то есть пожалуйста можете конечно на меня обижаться что мол я как бы оклеветал человека я еще раз утверждаю это чистой воды фейк и видно то что эта вся система колышется вибрирует это сто процентов так же как и вот этот вот маховик здесь вообще не понятно то есть обратите внимание вот если мы сейчас вот это все посмотрим кстати вот обратите внимание еще на один момент рука смотрите видите один палец мизине сверх три пальца согнута типа хэви металл что этот знак значит я не знаю это точно не масонский знак но что-то он обозначает смотрите дальше когда они эту всю систему запускают внимательно мы слышали да то есть такое рев возникает как будто это вся система вошла в резонанс но мне опять же все непонятно все сделано как-то так просто в каком-то сарае и провода валяются как это все за система ну вот видим мы подходят провода скорее всего здесь написано что это free энергия скорее всего они делают просто испытания опять же вот этих просто симметричных двух одинаковых абсолютно на одной оси маховиков не достаточно чтобы эта система также работала в самозапитие скорее всего это также они проводят испытание здесь но нельзя сказать что это факт это просто испытание и опять же идет сильная вибрация то есть система не сбалансирована потому она прыгает видим до вошел механический появился резонанс видим до то есть и ребята ну как бы занимается испытанием еще раз обратите внимание на вот эту руку чтобы и почему они туда поставили что это значит может это их не символ не знаю это очень подозрительный знак но опять же вот это генератор видим до еще раз вернемся к вот этому все-таки установки видите раз генератор два там фактически три генератора стоит я уже показывал это еще раз утверждает то что мне там начали объяснять что это тоже типа хранитель некой энергии для того чтобы сделать стабилизатор стабилизатор который стоит 30 тысяч долларов зачем такой нужен сумасшедший стабилизатор уже человек даже я в предыдущем видео я поставлю ссылочку на предыдущий разговор об этом видео там я один человек посчитал что эта установка будет стоить минимум 30 тысяч долларов зачем такой дорогой стабилизатор напряжение если можно в каждом доме поставить стабилизатор который будет стоить по 200 долларов для того чтобы стабилизировать сеть ведь ник не на каждый прибор нужен стабилизатор стабилизатор нужен для телевизора современного для ноутбука и для холодильника для лампочек накаливания для лед лампочек для нагревательных приборов стабилизатор напряжения не нужен еще раз объясняю это не стабилизатор это обычный стопроцентный вечный двигатель ротор вертор вечный двигатель а вот это вот просто стопроцентный фейк и это видно что то чтобы они туда уже не подключали это просто стопроцентный фейк а а такое вот видео на сегодня как хотите верьте хотите не верьте то вечный дверь а это просто подделка всем счастья удачи процветания подписываемся на канал пишем свои мнения комментарии до свидания